Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юнисин. 1 июня 2017 года, Международный день защиты детей, первый день летом. И у нас сегодня четверг. Я продолжаю свой видеообзор по волнам эллиот о ценовых данных на рынке валют. По основной валютной паре продолжается локальный бычий тренд. Либо возможно два варианта. Либо что вот с текущей мы пойдем вниз, то есть это у нас была вот трехволновка. Либо второй вариант, что это будет пятиволновка, вот это такая вот волна коррекционная, в составе которой будут пять мини-волн. Раз, два, три, четыре и пять. И только после этого уже пойдем вниз. Я ожидаю развязки этой ситуации. Выставил отложку на продажу и ожидаю, когда она сработает. Тлошка на уровне примерно 1,11,8. Цель примерно у нас 1,11,2. 1,11,1. По фунту. По фунту уже сработала тлошка на продаже. Это не была тлошка, это была продажа, продажа. Открытая продажа по рынку. Я думаю, что у нас есть первый заходной импульс вниз, есть вторая волна. Вот примерно вот так. И я думаю, что мы после этого начнем строить третью волну. Поэтому я ожидаю начала движения вниз. Но как минимум, сначала тестирование уровня 1,28, а потом и ниже. По австралиицу тут сработала отложка на продажу. Тут была отложка. Возможно, у нас, вот смотрите, тут 1,2. Примерно вот так. Возможно. И это у нас вот есть мелкий 1,2. И мы движемся вниз в составе третьей мелкой волны. Я думаю, что движение вниз будет как минимум до уровня 0,73,5. По новозеландцу и вне рынка отложки в обе стороны. Возможно, либо продолжение коррекции вверх, либо уже коррекция могла бы завершиться. И мы в текущих можем пойти вниз, на этот случай у меня есть отложка на продажу. По японской иене, я думаю, что закончилась вторая волна. У нас есть А, Б, Ц. И я думаю, что уже начинает построиться вот эта третья волна. В третьей волне. И я думаю, что сегодня мы увидим как минимум уровень 112. По канадцу. Тут, как бы, можно сказать, что вот эта вторая волна закончилась вот здесь. И у нас есть 1,2. Тут уже 1,2 мелкие. Но я не стал заходить по рынку. Я тоже выпил отложку. Лучше вот на уровне предыдущего локального максимума. Ожидаю, когда она сработает. Если она сработает, ожидаю, где эти уровни 1,3,6. Но также есть вариант, что мы пойдем еще ниже. Как бы, в продолжение вот коррекции во второй волне. Но это альтернативный вариант. О, Франк открыл покупку по рынку. Потому что цена расформировала, по моему мнению, глобальный минимум. И я думаю, что мы сегодня должны видеть как минимум 0,97,9. И как бы, штурм уровня 0,98. По евро к фунту, может быть, у нас есть здесь 1,2. И, может быть, мы будем двигаться наверх, вверх. Но я, все-таки, решил работать отложками. Ожидаю, когда сработает отложка на покупку. Потом посмотрим. Я думаю, можно будет протестировать уровень 0,88 и пойти на штурм уровне 0,89. Но есть вероятность того, сохраняется вероятность, что вторая волна еще, если предполагаемо, вторая волна еще не окончена. В этом случае у меня отложка на продажу. По фунту иене двигаемся вверх. Я думаю, ближайшая цель – это уровень 145. По фунту иене, вне рынка, я тут ожидаю прояснение ситуации. Потому что, возможно, вот такой еще вариант. Так что, я тут ожидаю прояснение этой ситуации. По евро к японской иене сработала отложка на покупку. Я думаю, что мы двигаемся вверх. Ближайшая цель – 126. То есть, есть хорошие торговые возможности. Сегодня довольно-таки рынок торговый, скажем так, трейдерный. Можно торговать, можно как бы попасть в струю тренда. И по евро к франку сработала отложка на продажу. Я думаю, что мы увидим формирование волны С, высотой волны 4. Но если нет, то будет другой вариант. Тогда тут будет у меня 100+. На этом у меня все, дамы и господа. Желаю вам попутного тренда, жирных пробытых и точных лосей. До скорой встречи в эфире. Пока-пока.